Друзья, привет! Меня зовут Юля, это мой муж Женя. Привет! Для наших китайских друзей Нихао! Нихао Мао! Сегодня мы пробуем китайскую еду. Вот это всё китайская еда, которую мне прислал мой друг Андрей из Благовещенского. Привет, спасибо! В прошлом видосике вы видели, как мы это всё распаковывали, доставали и делились первыми впечатлениями. Вообще угадывали, что это было. Если вы его не видели, я думаю, что он получился весёлый, можете его посмотреть где-то. Наверное, будет всплывающая ссылка. Если не будет, найдёте на канале у Юли в любом случае. И сегодня мы будем пробовать вот эти штуки. Если честно, я ещё не посмотрела, что это такое. И мне кажется, это так интереснее, потому что, не зная что это, интереснее пробовать. Да, да. Это похоже на какие-то чипсы фруктовые. Или на пластик. Ну, на упаковке написано крекеры, поэтому я ставлю на то, что это просто китайский вариант крекеров. Давай мы отрежем аккуратненько. О, здесь, кстати, нарисована креветка, может они со вкусом креветки. Так, сначала давай по запаху. Так. Не пахнет абсолютно ничем, вообще. Просто ничем не пахнет. Не, ну чем-то пахнет, пахнет каким-то... Мне кажется, нет. Выглядит это вот так. Прям похоже на пластик. Она прозрачная. Цветная. Вот тут есть зелёная есть, уже нет? Да, есть зелёная, есть розовая, разных цветов они, в общем. Я поближе покажу. Вот так это выглядит. Очень странно. А ты чего уже пробуешь? Зачем? Я начал пробовать. Мне потому что интересно. Ну, давайте попробуем. Она жёсткая. Да, она жёсткая. Она вообще не кусается. Что это такое? Вот, я откусил. Слушай, а может их варить вообще надо? Может это макароны? Может быть. Потому что она безвкусная. Слушай, ну, нет, просто это написано, что это крекеры. А, оно написано по-английски. Это нужно готовить в кипящем масле. Класс. Ну, мы попробовали на сырой, как говорится. У меня есть маленький-маленький привкус креветок. Может быть, я себе это внушил, увидев креветку. Но маленький привкусит. Давайте сейчас попробуем приготовить в кипящем масле. Потому что интересно всё-таки попробовать, как это должно всё выглядеть. Да. Я в любом случае доем. Но в сыром виде они похожи на сырые макароны. Да. Короче, я посмотрела, что это тикток чипсы. Их нужно жарить во фритюре. Поэтому мы поставили сковородку с большим количеством растительного масла. Фритюра у нас как такового нет, но это то же самое. Сейчас мы попробуем немножко чипсов этих пожарить. И попробуем, что на вкус было. А сколько они жарятся по времени? Не знаю. Здесь ничего и не написано. Дай я посмотрю. Я что-нибудь пойму. Так. Китайская инструкция. Положите крекер в кипящее масло. И пожарьте. На мгновение. Потом достаньте и съешьте. Сколько интересного в секундах китайское мгновение длится. Да. Мне тоже интересно. Ну классно. Будем тогда. У нас масло разогреться, будет шипеть и мы попробуем пожарить. Да. Если честно, если бы не было написано фритюр, я бы их в кипящую воду кинула. Как макароны. Да, да, да. Ну, мне кажется, если их сварить как макароны, тоже что-то да получится. Держи. Я доверяю тебе. Я должен. Возьми горсть и туда положи. И отойди. Он же будет стрелять, мне кажется. Вот так надо достаточно? Да. Не поменьше. Не стреляет? Нет. Это у нас не догадалась масла? Ну она шипит. О, шипит, шипит. О, нифига себе. О, что происходит? Блин, это надо будет снять. Да, давай, сниму я сразу. Онлайн я сразу подсниму, что здесь происходит. О, слушай, так это рисовые чипсы, которые в баре ели. Точно, точно. Очень круто получается. Просто. Я не ожидала такого. Да, их надо помешать, потому что, видишь, некоторые не взошли. Сейчас мы выловим те, которые взошли. Ну ладно, они, наверное. Мне кажется, надо больше масла им было. Изначально. Еще больше масла. Смотрите, получилось вот так. Офигеть, я в шоке просто. Вот что китайская еда делает с людьми, да? Вау-эффект. Причем мы вообще не ожидали от этих чипсов чего-то сверхъестественного. Мы думали, что нас вообще в чем-то накалывают. Как это вообще можно есть? Что это за макароны такие плоские? Оказалось, что они так набухли. Если я правильно понимаю, то это должно быть очень вкусно. Да. Мне кажется, их, наверное, надо еще как-то высушить, разложить. Да, их, по идее, нужно промокнуть в бумажном полотенце. Ну не промокнуть, а хотя бы на бумажном полотенце выложить. Ну что, пробуем. Да, наши чипсы остыли. Я возьму розовую. Давай я тогда возьму рыжую. Опять ничем не пахнет. Но сленки потекли у меня. Ну, похоже на крекеры. Но они слегка безвкусные, мне кажется. Слегка безвкусные, да. Но это интересно. Ну вот так вот посидеть, погрызть, очень даже норм. Но главное с этим не злоупотреблять, потому что во фритюре то, что жарится, это все сильно бьет по поджелудочной железе, да? Ну, да. Но в целом интересно. Я знаю, что китайцы просто очень любят снеки. И у них вот этих снеков очень много. Я читала один китайский блог, как парня посадили на карантин. Им выдали много снеков. Они там сидели на карантине в изоляции, там спитали такие боксы и ели вот это вот все. Ну да, не удивительно. Им государство выдает снеки. Ну что? Интересно, ты будешь есть? Да, я поем. Чуть попозже сейчас мы закончим это видео. Мне кажется, надо прощаться и уже приступать. Уборки. После притюра. Ребята, надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы попросим друга прислать еще китайской еды, если вам интересно. Да у нас еще вот эту кучу, которую мы распаковали. Будем постепенно пробовать. В общем, пока.